Как вы считаете, что такое патриотизм? Преданность своей родине, стране, наверное. Ну, думаю, любовь к своему народу, к Отечеству. Это Россия. Патриотизм, это я считаю, что нельзя предавать свою родину, нельзя изменять своим принципам, ради которых мы живем. Патриотизм, это чувство человека, наверное, к родине, к своей. Боюсь как-то ответить и избежать банальных слов, но, тем не менее, на самом деле, любовь к родине, любовь к тому месту, где ты родился, откуда начинаются истоки твои, где жили твои родители и живут твои родители, где жили твои отцы и деды. То есть, вот, жить и, ну, страдать, грубо говоря, в той же деревне, в которой родился сам. Патриотизм, это то, что у человека внутри зарождается от рождения. От природы. Это, наверное, любовь к родине, к народу, какая-то честность к самому себе. В чем выражается патриотизм? В каких действиях? Ну, не навреди ближнему своему, если так можно это сказать. Ну, не скажу, думаю, в чем выражается. Я совсем знаю это. Как тебе кажется, ну, вот, преданность своей родине, в чем она может быть? Ну, любить своей страной, я не знаю, там, любить свою родину, уважать, там, допустим, нацию. Отдать ей все, что можно отдать себе. Если вы молодые люди, значит, вот, молодой человек, он должен в армии служить, защищать свою родину. Ну, а мы, я не знаю, как. Работать, наверное, лучше на благо родины. Ну, это сложно сказать одним словом. Он во всем выражается. Как человек живет, чем живет, чем дышит. Это вот, когда ты сидишь на диване и рассказываешь, как у нас в России все плохо, а на сайте ВКонтакте говоришь, что у нас великая и прекрасная страна. Ну, среди молодежи, в принципе, наверное, уменьшилось чувство патриотизма. Не знаю, само понятие, наверное, у них потеряло какую-то ценность. Как вы это поняли? В чем выражается патриотизм? Я не знаю. Вот, например, если бы какие-то военные действия пошла бы сейчас молодежь служить, защищать свою семью. Чувство патриотизма обязывает каким-либо действиям человека? Нет, это же зависит от самого человека. То есть, как бы, чувство не может обязывать. То есть, достаточно просто гордиться, и, в общем-то, можно больше ничего не делать? Ну, по собственному желанию, так сказать. Есть люди, которые могут просто сказать, что да, я патриот, и просто сказать, а которые могут не говорить, а что-то делать, допустим, для этого. Зависит еще и от поступков. Можно сказать, что я патриот, потому что я люблю свою страну. А после, ну, вот, это вскрывается в мелочах. Допустим, вот я сейчас иду мусор выкидывать, кинул мимо. Это вот так я люблю свой город, люблю таких, как я, людей, люблю свою страну. По-твоему, как люди выражают патриотизм? Какими действиями? Словами, гордостью, любимой стране. Как отличить патриота от непатриота? Ну, вот так я не могу, конечно. Это только в беседе можно определить, как человек относится к своей родине. Как относится к своему правительству, которое избирает, в общем-то. Ну, я не знаю, как, но все равно это народ же избирает, там, большинство избирает. Поэтому как ты относишься? Если ты поддерживаешь это правительство и все его начинания, значит, ты патриот. А если ты идешь против правительства и против народа, значит, ты уже не патриот. Если ты любишь свою родину и место, где ты родился? Ну, все по-разному как-то любят. Некоторые готовы жертвовать чем-то ради родины, а некоторые не хотят жертвовать. Например, им благостояние и там что-то еще, какие-то блага, более дорожит, например, чем там независимость. В последнее время, согласитесь, мы много слышим о патриотизме, нас часто призывают к патриотизму, призывают быть патриотами. Как вы думаете, это случайно или это с чем-то связано? Скорее всего, это с чем-то связано, чтобы нация объединялась, опять же, ввиду всех вот этих вот событий извне, чтобы народ, наверное, ближе был. Сначала нас старательно разъединяли, а теперь старательно объединяют. То есть патриотизм, в принципе, может быть оружием в чьих-то руках? Возможно, да, но, наверное, опять же, патриотизм, это, скорее всего, в крови. Даже те люди, которые уезжали когда-то из России, да, все равно, даже тот же Олег Попов вернулся на родину и, ну вот, и умер, в принципе. Это, наверное, все-таки в нас сидит, где-то заложено, но оно дремало, а сейчас вот проснулось. А сейчас что произошло в стране? Что изменилось? Ну, не знаю, не знаю. А вы, ну, как нам говорят, что нас стали больше как-то притеснять Россию, а мы все-таки свободолюбивый народ, поэтому у нас гордость какая-то за свою страну проснулась. А это патриотизм уже. Что в этой ситуации должен сделать патриот, по вашему мнению? Ну что, он должен просто, наверное, держаться своих каких-то внутренних качеств, а не гнаться за какой-то показухой, за какими-то там временными явлениями. Вот, это самое главное, чтобы не терять чувство вот этого, как говорится, то, что в нем заложено. А наряду с этим вы видели какие-то проявления лжепатриотизма, скажем так? Ну, сплошь и рядом. Передачи посмотришь, так там полно. Почти во всех передачах. Очень мало таких передач, где этого нет. Поэтому нечему удивляться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова